здравствуйте меня зовут надежда я рада приветствовать вас на своем канале девиз моего канала орхидеи это легко я хочу сегодня пересадить вот эту орхидею несмотря на то что она цветущая ну во первых почему я я хочу это сделать она цветет уже довольно давно больше полгода у нее у нее еще как видите старая посадка я в кору уже давно не сажаю вот название вот этой орхидеи впереди весна и впереди у нас обработки обработки плановые от вредителей осенью как я уже до этого говорила на моей орхидеи напал клещ красный такая прям была неприятность до сих пор вся орхидея еще в обработках это еще с того раза если честно я все боялась этот слой смыть вот целый месяц обрабатывала и после всех этих обработок она выпустила цветонос да это было осенью его до сих пор на цветет все с хорошо но как вы знаете что у клещей бывают яйца и яйца могут быть в спящем режиме до пяти лет как в грунте так и вокруг поэтому обработки нужно первых первые обработки нужно делать непосредственно на том месте где стоят орхидеи и растения но это потом где-то через месяц я буду делать обработки обязательно покажу что как и чем я это делаю так вот я все это время она после обработок сразу выпустила цветонос и не стала ее особо трогать я все это время ждала думаю ну как же когда же когда же вот видите у нас есть растущие корни сами по себе корни в нее уже старые хотя я ее в свое время уже и омолаживала и ну орхидейка у меня очень давно вот сейчас у нас растущая плюс ко всему луна у нас растущие корни я приняла решение а почему бы и не пересадить я еще не знаю во что я буду ее пересаживать какой объем кашпо обычно такие решения я принимаю когда уже достаю орхидею из кашпо ну что поехали хотелось бы чтобы вам все было видно очень удобные такие крышечки когда я их не накидываю и даже смотрите видите вот эти зеленые квадратики знаете что это это кусочки от ошейника вот знаете да ошейники которые делают на животных такой ошеник разрезала их посадки укладываю лишь бы только избавиться от клеща на что только не пойдешь вот видите поэтому на данный момент сейчас я корову же хочу использовать смотрите видите все кусочки прилипли и сейчас на стекло хорошо достается корея здесь плохие уже корешки шеи можно отделить давайте шейку отделим давайте прям сейчас я это сделала и у нас будет намного меньше так не устаю повторять инструмент перед работой всегда обрабатываем чтобы вам было видно вот так видите это при том что я ее умолаживала посмотрите какая длинная шея зачем она нам нужна корни достаточно остается так давайте сделаем так чтобы вот это все не отдергивать я пойду ее помою кусочки отойдут я все это приберу приду и мы с вами тщательно посмотрим на каждый корешок и будем чистить ну смотрите я ее помыла все кусочки практически отошли и вот сейчас да наглядно вам могу показать что делает красный клещ с нашими орхидеями то есть я сейчас помыла так секундочку все равно видно этот светлый налет эти покусал тут особенно смотрите какие страшные а вот это он занес им еще и бактериалку получается после того как я победила этого клеща убрала тут все чисто я потом их еще проливала системными фунгицидами все проливала их чтобы предотвратить ведь какие то есть он не просто сжирает нашу орхидею он еще и заносит туда болезнь так что пожалуйста не пренебрегаете никогда обработками но это не значит что нужно утром в обед и вечером обрабатывать свою орхидею нет конечно но есть весна есть осень для этого так что корешок вот посмотрите от основания до давно уже пропал а дальше ему того что идет росточек видите зачем я его не буду удалять зачем тем более что я еще то есть я смотрю на нее какая она красивая я думаю ее поставить просто пока в банку если в банке она сейчас будет шататься то мы заполним ее пеноплексом в целом я довольна посмотрите хорошая корневая все у него в порядке есть какие-то черные пятнышки ну и что не чего такого там нет шейка только чуть-чуть вот так умирать это чешуйки так как я собираюсь держать вот открытой системе тут вообще ничего не страшно если что-то осталось допустим что-то не убрала открытая система все просматривается все видно я хочу вам сказать я не противник коры нет я люблю кору раньше в нее очень хорошо сажала старый цветоносик пускай будет но дело в том что когда цветочки прибавляются их ну раз посадил в кору два посадил в кору а когда цветов много посадки нужно менять потому что кора со временем так сейчас я вот этот срез извините секундочку сейчас я вот этот срез то что я и основание подрезала я сейчас ее обработаю просто колец кору нужно менять и кора это тот самый компонент который ты не можешь использовать повторно ну можно повторно но не для архиты допустим в хой там посадить еще что-то хозяйство все прекратится но сейчас вот на данный момент я вот вытащила пиностекло и кору я их выкинула обычно я так не делаю ну так как были обработки от клеща ну все я больше ничего не срезала ничего не убирала и понимаете с годами когда у тебя уже определенная коллекция ты понимаешь что каждый год нужно пополнять запасы коры муха нет я согласна я живу томская область но с кругом тайга болото скажите надежда но пойти в лес да набери и вы понимаете некоторые блогеры так делают ну прям рукодельник молодцы девчонки я белой завистью завидую вот такая баночка их обожаете банки покупаю золушки вот они ходят сами собирают сами заготавливают обрабатывают пропаривают ну молодцы у меня с детства фобия я очень сильно боюсь всяческих которые знаете ползают и кусают вы поняли окунь я у нас тут этих очень много вот этих вот неприятных товарищей но я боюсь я просто боюсь и все так смотрим так вот смотрите видите она шатается на низ не садится хотя корневая прям идеально буду да сейчас на ее возьмем палочку расправим ну конечно же будем закреплять она вот так не должна болтаться возможно она бы и не болталась если бы у нее не было цветоноса среди да вот так вот и всю корневую так вот раз ее сделать так вот раз раскрыть и она бы села и села бы вот на эти листы вообще круто было бы но на данный момент нет так не получится поэтому еще приготовлю в любом случае пеноплекс покажу что я делаю с пеноплексом как я закрепляю если кому интересно так ну вот смотрите я пока доставала пеноплекс пока ее крутила вертела орхидеи ком и она у меня вроде как присела в этой баночке так конечно блин вообще бы ничего не добавлять конечно посмотрите сейчас подальше повторю чтобы понимали ну вот вот это вот толкание туда-сюда так не должно быть сейчас мы немного закрепим пеноплексом пеноплексом не пойди порезан такими кубиками режется он очень легко кладем его сейчас я направлю такую я взяла доску деревянная то есть мы можем делать абсолютно любые кусочки я в эту посадку не буду делать маленькие кусочки не хочу крупные кусочки сделаем просто чтобы ее закрепить потом я эти куски наверно убираю тут вообще совсем прилетится аккуратно и вот начинаем все это дело заполнять ничего такого такого сложного так вот вернемся к теме о крунтах а так как у нади фобия и на день не может ходить в лес и заготавливать себе муху кору а каждый год закупать все это литрами ну это дорого я искала выход а что же а как же керамзит но не убиваемый мы его можем использовать повторно ни один раз и не два и три промывать его и вперед а если керамзит еще хорошего качества такой вот как паларгоновский допустим вообще классный именно поэтому я сначала перевела практически все но это вот осталось буквально даже 10 орхидеи не доберется который у меня спина стекло тоже не буду использовать то есть вот то которое у меня есть сейчас наличие я его использую все покупать его больше не буду потому что повторно его не используешь красиво конечно как сделаешь особенно первую посадку спина и спина стекла очень красиво мне так нравится белый цвет все прям ащи огонь но со временем то это просто так что это керамзит керамзит и открытые системы а пеноплекс только лишь на время ну во первых чтобы орхидеи на данный момент да вот и хотя я ее могу спокойно перевести сразу в открытую банку могу опытно конечно первое время но я в любом случае же подхожу к своим орхидеям каждый день каждое утро опрыскиваю что-то там не каждый не все да не все но я их осматриваю кому но брызнула дальше побежала он не занимает много времени и и эту орхидейку я бы тоже сразу просто в открытый банк наверное еще даже лучше срасти будет я конечно же вам буду показывать что с ней дальше происходит вот эти кубики как видите я зазор оставляю прям побольше он мягкий не царапает корни абсолютно хорошо фиксирует надо забивать битком творческий процесс допустим был какой-то тяжелый рабочий день а вечером сел такой раз кубики поскладывать кора конечно же она у меня есть и будет присутствовать потому что у меня много других орхидеи которые в открытой системе ну допустим я еще пока не знаю как пусть и та же самая мельтония мое мнение такое все орхидеи у которых тоненькие корешки они надо что не более влагаемкая хотя если смотреть опять-таки на мою камбрию у которой рост пошел только в пеноплексии больше никак не гноила и гною смотрим там как дальше дело будет так вот сюда нам нужно фиксировать вообще все какие-то решения по поводу допустим тоже не самый какой-то орхидеи что с ней делать и как не дальше делать ментальным принимают сегодня я у меня устроил такой вот хочу по-другому я стала и сделала посадки такие как открытая система керамзит позволяют сделать это практически безболезненно хорошо но это нормально то есть получается низ мы уже практически сделали сейчас мы доходим до боков фиксируем шею и все еще немножко еще чуть-чуть тут уже смотрим какие нам нужны я хочу как раз вот этого эффекта да когда баночку переворачиваешь туда ничего не высыпает у меня большие кусочки похоже заканчиваются сейчас я быстро сбегаю балкон у меня там стоит целый лист этого пеноплекса из строительного магазина я сейчас себе еще кусочков отрежу смотрите вот видите да одну под другую поставила раз и она уже устойчиво более-менее ну я люблю что прям она была намертва так что мы сейчас этого эффекта и добьемся сейчас я быстро схожу за пеноплексом и приду так продолжаем кусок я отрезала вообще у меня семья привыкла к тому что мама постоянно какие-то эксперименты ставит что-то у нее там сегодня идея фикс когда я привезла домой два листа пеноплекса поставила помню глаза сыночка заходят в комнату говорит а что говорит у нас ремонт я говорю нет у мамы новые посадки так за голову схватились боже мой я говорю вы не понимаете так ну все укладываем одна блогерка в своем видео спросила у своих подписчиков ну то есть я многих смотрю мне интересно прям девчонки такие молодцы спросила а как ваши там ваши мужья как они относятся к вашим увлечениям допустим это же полочки это кругом цветы я говорю все уже привыкли мама кипиш поэтому муж мне к этому тоже спокойно относится такие красивые кусочки да получаются прям такая она нарядная конечно же вот сюда так как расстояние вот тут широковато конечно же сюда я большие куски засовывать не буду я просто сделаю два небольших закрепиться закрепиться еще знаете когда утепляешь подоконник надену все равно несмотря на то что пластиковые окна где-то что-то все равно там не покупают где-то как-то поэтому всегда смотришь в любом случае утеплять это не то чтобы до утепления это защита у кого-то это идет защита от холода 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 наоборот от батареи я раньше использовал знаете не он и сейчас у меня такой материал утеплитель такой знаете похож на фольгу я вам его покажу потом и вот я поняла что в этом году это был наверное последний раз когда я им вот так вот пользую потому что лучше вот такой вот сделать из него прям каркас можно они же есть и не такие толстые да куски низ тоненькие сделать главное под них сделать какие-нибудь речки чтобы ходил воздух чтобы было движение воздуха так что я хочу я хочу чтобы она прижалась вот тут и вот тут сейчас мы вырежем куски кусочки так нет если вот так так с одной стороны да и с другой стороны. Так, не знаю, сейчас посмотрим. Вот тут нет, тут надо что-то побольше, потому что тут цветоносик. Может быть, так, сама по себе, видите, она вот так не заходит, но я просто сейчас хочу. Очумелые ручки. Всё, цветонос мы закрепили, орхидею мы закрепили, видите, не болтается никуда, ничего. Сейчас я вам покажу. И всё чисто и аккуратно. Ой, извините, сдержатель сняла. Так. Ну и смотрим, смотрим, что у нас получилось. Так, цветонос, орхидея держится. Давайте я вам её покручу. Так как корни я сейчас промывала, намочила, естественно, не болела, ничего не нужно. Я всё, я её вижу, я её наблюдаю. Корешки станут светлыми. И тем более основание, видите, мы там убирали. Должно всё подсохнуть. В моих условиях это, не знаю, до среды это точно. В среду подойду к ней, посмотрю. Если что, по краю маленькая обрызка. Водичка стечёт, пускай там и будет, не буду ничего убирать. Ну вот такая получилась композиция. Спасибо, что смотрели меня. Всего хорошего. До встречи. Пока-пока.